Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Ашот Ньюс 2. Сегодня я вам предоставлю отрывки видео из встречи армянской общины Москвы с поедателем бюджета Армении и диаспоры Николаем Платошкиным. Встреча начиналась на позитивных нотках. Участники шутили, смеялись. У самого Платошкина рот был до ушей. Он хохотал над своими шутками. Кстати, впервые вижу хохочущего Платошкина. Но постепенно позитивная и веселая динамика встречи начала куда-то испаряться. Дело в том, что Платошкин, русский шовинист, допустил ошибку. Он, видимо, забыл, что армяне не любят правду и живут в своей виртуальной реальности, где они самые умные, самые смелые и самые древние. И вот после обмена любезностями и теми высказываниями, которые гладят уши у армян, у них началось срываться маски. Так, на обвинение в адрес Владимира Ильича Ленина, что он подарил якобы Карабах Азербайджану, Платошкин выдал правду о том, что, если бы вообще-то не Ленин, сегодня на планете не было бы ни одного армянина, и этой встречи быть не могло бы в принципе. Это очень сильно разозлило присутствующих армян. Далее на пушистый маневр одного из армян, который хотел, чтобы Платошкин принял тезис о том, что Армения — это старший брат России, маска сорвалась уже у Платошкина, и он жестко усадил вопросчика на место, указав ему, что вообще-то его родина находится в Индии, а сам он из индоевропейского племени, который не может быть старше России. Ну а далее был просто разгром армяно-российских отношений. Армян просто переклинило, когда Платошкин сказал, что в апреле 2016 года Шойгу, министр обороны России, позвонил в Баку и остановил войну. Один из хаев, трясущимся от нервов голосом, значит, заявил, что азербайджанскую армию остановила не Россия, а доблестная арцогская армия, и что в 90-х годах армяне чуть не дошли до Баку. На что Платошкин разозлился и сказал, что в следующий раз из Москвы никто не будет звонить. Посмотрим, как вы дойдете до Баку. После этого Платошкин попросил закончить встречу. Короче говоря, миф о армяно-российской дружбе давно трещит по швам. И даже такому армяно-любителю Платошкину не удалось сохранить ни свою маску, ни маску древних многострадальцев. Короче говоря, предлагаю вам некоторые моменты из этой встречи. Приятного просмотра! Меня зовут Армейлов. В контексте предыдущего вопроса, и буквально российско-турецкой, я просто удивляюсь, 11 раз Россия и Турция воевали друг с другом. 25. Нет, ну, постоянно возникают трения. Не 11, 25. Постоянно возникают трения. И опять этот виток. И опять все то же самое. То ножкины, то самолет, то это. И все равно повторение. Тогда закончится это. Или будет... То есть, ну, понятно, что дипломатик. Понятно, что государственное взаимоположение... Дипломатия здесь не пришла. Где-то когда-то должна она прерваться, эта линия все-таки. Или туда, либо сюда. Или все равно она будет с определенной периодичностью возникать. Ну, я, наверное, вынужден опять повториться. Вы смотрите. Когда турки сбили самолет наш, да? И когда наши начали заявлять, что это так вообще не останется, они первое, что сделали? Созвали экстренное заседание НАТО. Заявив, что в случае чего, друзья там, да? И НАТО все сказала. Да, там русские сунуться в глаз. Еще раз. Нам выгодно ослабление тогда отношения Турции с НАТО или нет? А не нам, да? Потому что воевала там Российская империя первоначально только с Австро-Венгрией и Германией. Геноцид, помните, да? Армян ведь обвиняли в чем? Турки, да? Что это пятая колонна России, значит. И если бы Российская армия не начала наступление, вот тогда, в апреле 15-го года, ну, погибло бы, наверное, вообще все население Западной Армении. Так хоть кто-то спас. А что потом-то было? Российская империя временно рушится, да? Возникает три самостоятельных республики. Меньшевистская Грузия, Меньшевистская Салдимак, Дашнакская Армения, да? Национал-социалистическая партия была Дашнак. И Мусаватийский Азербайджан. Ну, Азербайджан даже... Слушайте, ну, Меньшевистская Грузия ориентировалась на Германию. После распада Германии, поражения Германии в 18-м году, она ориентировалась на Англию. Потому что Англия была заинтересована в нефтяных месторождениях через Грузию на Азербайджан, на Баку. Мусаватийский Азербайджан тоже ориентировался на Англию. А Дашнаки на кого ориентировались, не подскажете? Не знаю. А Вильсона не помните? Не знаю. Вильсон чей был президент? У нас, у советской страны, самые плохие отношения из трех закавказских стран были с кем? С Арменией. Например, какими? Предположим, Грузия, да? Она после разгрома Деникина, ну, белой армии на юге России, они там, значит, обменялись с нами какими-то там дипломатами, хотя они плохо, естественно, к нам... Ну, делали вид, да? Азербайджан тоже. Армения стояла на следующем. Президент Вильсон обещал нам Армению от моря до моря. Помните это? Помните. Он вам даже карту нарисовал. Сколько можно на грабли наступать? Армения в ноябре объявила 20-го войну Турции. Не Турция, Армения, а наоборот. Почему? Потому что Америка поможет, правильно? Вильсон сказал, да, да, ребята. Я боюсь. Да, да, сербский договор. Вы знаете, наивные, поломяешь флота. Абсолютно. Вы понимаете, сами обнимали Турцию в войну. Ну, я про это и говорю. Я просто... Да, да, я... И за сутки до передачи... До сетами. Во время. Давайте мы вам потом предоставим... Не-не-не, ну, абсолютно. Я просто про сербский договор. Я исходил с того, что вы это все сами знаете. Да, в основном. Ну, просто... Если бы я выступал перед своими студентами, я был бы поподробнее, да? Так вот, а что дальше было, помните? Турецкая армия переходит в контрнаступление. Начинается второй этап геноцида уже. Там занят Александрополь, Гюмри, да? Вырезается полностью все население. Дашнаки обращаются к американцам. А те что? Ну, как и к Саакашвили в 2008 году. Они его сначала подвигли на войну, а когда дали в глазки... Дальше. Армения впервые обращается к Советской России. Хотя до этого, заметьте, да, во время майского восстания Коммунистическая партия в Армении была дошнаками ликвидирована просто, понимаете? Просто под нож. Сейчас я... Да, да, прибыл. Музы... Ну, подождите, дайте... Дайте сказать, пожалуйста, потом мы пригласим вас. Вы прочитаете лекцию для нас по истории Армении. Музыристов помните, да? Да, да. Помните. Значит, они родная Красная Армия, помогите. И, кстати, как себя вела Красная Армия? В Азербайджане советская власть была установлена одним бронепоездом за два дня. Из этого исходили. В апреле 2020 года у Советской России впервые появилась граница с Арменией, без которой военная помощь Армении не могла быть оказана. Потому что вы знаете, что меньшевистская Грузия тогда еще была самостоятельной страной. И Красную Армию не пропустила. Итак, входит Красная Армия. Ленин пишет Кемалю остановить наступление. Ленин это написал. И те остановились там, вот где вы нас попросили, к сожалению. Понимаете? Лучше бы, конечно, раньше попросить. Но Дашнаки просили Америку. И время проходило, и турки занимали армянские территории. Потом попросили нас. А помните дальше, что было? Пришла Красная Армия. Остановила Турых. Дашнаки сказали спасибо, ударили в спину. Помните? Да, Зангизурское восстание там и прочее. Когда 11-я Красная Армия была атакована с тыла. Дальше возникает вопрос у товарища Сталина, который, заметьте, был не русский далеко. И, кстати, между прочим, к своим грузинам относился тоже, без всякого энтузиазма. Вы знаете, что он в Грузии даже не был практически, когда был. Логика такая. Вот из трех закавказских республик Сталин писал, что мы имеем. Азербайджан советский. Там все тихо. Армения, восстание. Возникает вопрос, кому отдать Карабах. Вот вы бы на его месте как поступили? Если было наоборот, предположим, да? Восстание. Вот заметьте, что произошло дальше в Грузии. Грузия наиболее тяжко переходила к советской власти. Вы знаете, там, начиная февраль 21-го года, советская власть. Восстание меньшевиков произошло в 21-м году. 24-м. Какое решение принимает Москва? Выделить Абхазию в самостоятельную республику. Почему? Потому что грузинскому руководству особо не доверяли. А почему не доверяли-то? Потому что происходило. И, кстати, именно поэтому немцы, как я вам говорил, в 41-м году, оценивая вот эту всю историю, считали, что грузины это самая, так сказать, антироссийская нация, поэтому надо делать на них ставку. Но, условно говоря, так же думали в Москве, только наоборот, да? Вот кто из трех закавказских республик в независимом состоянии относился к России наиболее дружественно, тех и надо поощрять. Поэтому, когда ругают Ленина за то, что он там что-то сдал и прочее, я могу так сказать, что если бы не 11-я Красная Армия, тогда, в ноябре 20-го, мы бы с вами здесь, наверное, не сидели, да? Так ведь он бы оружил кемориста. Он же продал оружие, он же отдал зону. В июне 20-го года, в 20-е, выбирая всех представителей всех старостей, всех селев, агитаторов, большевики, армяне, в Баку, и, основываясь на вот это все, что вы говорите, призывает проголосовать Карабах за вхождение в состав советского армитажа. Обещаю, уже была шушить с грязня, уже весь армитаж знает, что было так. Обещая спокойствие, все уже устали, обещая спокойствие и запомнили. И армитажа проголосовали в шуши за вхождение. Это тоже один из документов, который был положен. Ну, смотрите, сейчас вот товарищ нам сказал, да, что мы продавали кемористской Турции оружие. В ноябре 20-го белогвардейцев, с которыми, кстати, с Деникиным Дашнаки поддерживали прекрасное отношение, А как Ленин должен был к этому относиться? Ну, а как можно было вооружить кемористскую Турцию? Ну, я вам сейчас объясню, как. Значит, белогвардейские армии, они куда из Крыма эвакуировались? В Турции? Нет, тогда Турции не было, тогда Константинополь, ну или Стамбул находился под союзным контролем, да? Союзнички, Дашнакские и их, они хотели ее вооружить и в марте 21-го года опять высадить на Кавказ. Значит, кемористы боролись с ними. Ну, то есть, они наступали на Константинополь, там, из Анкары, не давая возможности белым и союзникам, ну, Англии, Франции, в основном, греки там еще были, да? Их вооружать. Мы на чьей стороне должны быть? Николай Николаевич, слушая вас сейчас, можно оправдать любое событие историческое. Нет, а вы факты какие-то можете оправдать? А факты пол-Армении нет. Десятая часть Армении осталась. Вам кто, вам кто обещал Армению от моря до моря? Россия или Вильсон? Да нет, 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 нет. Давайте по очереди, давайте без комментариев. Кто это? Теперь Россия под санкциями, она долго будет под санкциями. Нет, я понимаю. Опять, смотрите, вот у вас сейчас абсолютно такая же ситуация, которая была в 18-м году. В 18-м году было три республики. Армяне и грузины воевали за Джавахитию. Значит, армяне и азербайджанцы за Зангизур и Карабах. Сейчас ведь то же самое, смотрите. Армения была частью Советского Союза. Я вам должен напоминать, какие у вас предприятия были. Марс один там, да, чего стоил вообще, предположим, там с лучшим Абабом. А почему? Потому что был огромный рынок, да. Скажем, в Гюмри текстильное предприятие, ну, тогда Ленинакан был, вы знаете, да. Там работали и азербайджанцы, и грузины, и, между прочим, даже много русских работало. Но это предприятие же обеспечивало весь Советский Союз. Возьмем там, Нейриида, Каджаранский, Медно-Малебденовый. Он же не для Армении работал, он работал для большого рынка. Сейчас вы все независимы, у вас опять со всеми проблемы. Например, основная проблема армянской экономики, не какие-то договоры. Блокада основная проблема Армении. Понимаете, с Азербайджаном границы нет, у вас линия фронта. Значит, ну, торговать с Россией через Иран, ну, вы сами понимаете, да, эти товары станут просто, там, золотыми, да. Как мы пытались, включая меня, я должен сказать, побудить Грузию. Причем при разных режимах, я вам должен сказать, да, там, при Шеварназе, открыть железную дорогу, которая идет через Армению, то есть в Армении через Грузию. Грузины нам говорили так, братья ваши, да, что на армян нам, в общем, наплевать, по большому счету. Но, эта железная дорога, вы знаете, она из Армении через Грузию идет через Абхазию. Абхазия вступит в состав Грузии, откроем железную дорогу. Не вступит в состав Грузии, не откроем. Россия пошла, знаете, на что? Мы официально заявили, что мы эту дорогу лично сами отремонтируем за свой счет. Они говорят, они в деньгах делают. Она же ведь дорога, на самом деле, она рабочая. Ее тупо надо политически открыть, да? Значит, они отказались. Мы начали думать, как еще, значит, сделать так, чтобы армянские товары попадали к нам. Опять, по моей инициативе, был построен порт Кавказ, как вы знаете, да? То есть, товары идут сейчас в Грузию на Потель, дальше паромным сообщениям на порт Кавказ, но это в районе нашего Таманского полуострова. Опять, вы знаете, сколько сил на это пришлось потратить? Потому что люди говорят, ну, зачем нам, вот нам, русским, зачем паромную переправу? Там, вот с кем как бы? А ведь в советское время, которое многие тут хатят, главный паром у нас был где? На Ильичевск, Одесса, да? Туда, собственно, все основные магистрали сходились. Ильичевск теперь не у нас. Доходило до маразма, знаете, я вам должен сказать. Мы решили оказать Армении гуманитарную помощь поставками зерна. Бесплатно. Ну, я сейчас не помню год точно. Это было в начале 2000-х, когда у вас там что-то было засуха или что? Не во время гуманитарной войны? Нет, нет, это раньше было. Так знаете, речь дошла, что, понимаете, зерно есть, оно в Краснодарском крае. Довести не можем. Не можем довести, с грузинами не договорились. С азербайджанцами, ну, сами понимаете, с турками, тем более. То есть мы начали, знаете, как пытаться вам его доставить. С Краснодарского края, географию, понимаете. До Армении, там, я не знаю, километров 500, наверное, да. На Украину. Ну, тогда еще много с Украины были более-менее. На Украину, в Одессу. С Одессы по Черному морю, на поте, с поте по железной дороге уже там... Мы посчитали, мы поняли, что зерно будет просто золотое. Так что проблема не в каком-то Евросоюзе и даже не в Евразийском союзе. Проблема точно такая же, как была после 1917 года. Что независимые из Кавказа находятся в тяжелейших отношениях друг с другом. Армения, как страна с определенной географией, находится в блокаде. И здесь самое обидное, что армянские товары здесь востребованы. Чего вы говорите? Они всегда были востребованы. Например, в советское время Армения была чемпионом в СССР по коже. Да, вот обувь. Так вопросов, понимаете, у Армении не было вопроса сбыть. Вопрос стоял... Здравствуйте, Николай Николаевич. Во-первых, я хочу сказать, что мне очень интересно, что мне дали слово. Я послушаю, что вы старше меня, я 19-й, я студент 2-го курса. Это с точки зрения гендерной неправильно. Мы все молоды в душе. Вот, да. И поэтому не хочу много времени отнимать. Такой вопрос у меня. Во-первых, я вам безумно благодарен. Я с отцом смотрел все прямые эфиры во время апрельского конкурса 2016 года. Мне было безумно стыдно, когда люди с фамилией Наян отстаивали проазербурганскую позицию, а человек, кое-каким, не было подложки, но еще он начинался. Это было за грани вообще добра и зла. Это было стыдно. Во-первых, это во-первых. Потому что я хочу обозначить, что я с огромным уважением к Наянаме. А теперь я вам... Не вам. Я просто хотел бы... Мне риски не интересны ваше мнение. Вот вы буквально какое-то время назад озвучили мысль, что когда России было хорошо, Армении было хорошо. Когда России плохо, Армении плохо. И я честно вам скажу, я не совсем согласен с этой точкой зрения. Почему? Потому что вообще... То есть когда России плохо, Армении хорошо будет. Нет. Дело в том, что было время, когда не было России, но Армения уже была. Это ни по случаю не упрек, ни какое-то бахвальство. С чего я начал с истории? Это не бахвальство, поверьте мне. Просто это так. И вопрос в следующем. Не считаете ли вы, что вот эта вот, скажем, мысль, которая есть в сознании многих людей в России, возможно, вамного естественная, но тем не менее, совсем точная с точки зрения истории, она мешает гармоничному развитию двух стран, потому что есть понимание старшего и младшего брата. Хотя с точки зрения истории, если есть старший брат, то это Армения, а не Россия. Ну, по-возрасту. Если это испорядить, мне кажется, гармоничнее будет оказаться отношение. Ваше мнение не очень. Молодец. Ну что, я с этим не согласен. Конечно, это, знаете, вот такая, да, аппортисменты ваши странные. Хорошо, вы когда в 18-м году в Зависанном шли, вы не спросили, когда США была основана, нет? Мы в 45-м, 41-м году вместе с Руссом. Правильно. Именно. А что же вы тогда сами, вот его устами, я разве здесь, вот вы хлопаете, я сказал, что Россия старший брат. А он сказал. А почему вы сразу так воспринимаете? А потому что я как раз считаю, что в братских отношениях, вот это вот вред, когда начинают считаться, кто старше, кто младше. Вот это вред. Понимаете? Я-то как раз, я-то как раз этого не сказал. Потом, потом дальше, да? Нет, ну это, вот смотрите, когда я приехал в Армению, я вам сейчас скажу, почему вы не, в Америку прошу прощения. Вы не правы, да. Вы знаете, мы историю-то можем по-разному рассматривать. Не было России. Армения индоевропейская нация. Откуда пришли индоевропейцы в Армению? Ну, в глаза мне. В Армении в Европе... Нет, секундочку, я не вас спросил, откуда они пришли? Страна, если читать Евангелие... Не, не надо, Евангелие это все-таки не исторический источник. Индоевропейцы. Вот они живут и в Индии, да, по-моему, и в Европе, иранцы индоевропейцы. Они откуда пришли? Евразии. Евразии. Так кто, Сташ? Ну, если так рассуждать... Вот именно, вот именно, вот если... А он же начал так и рассуждать. Не, вы чуть-чуть уходите. Он начал рассуждать. Да, секундочку, не перебивайте меня. Вы сказали, что Армения была, когда России не было. Это вы сказали? Или я сказал? А я вам могу сказать, что индоевропейские племена, по крайней мере, по господствующей точке зрения всех ученых, пришли из района современного Саратова. Да, часть из них пошла в Европу по Великой Южно-Русской степи, ну, которая тогда называлась по-другому, естественно, пришла в Европу. Часть пошла оттуда, через Среднюю Азию, в Иран и в Индию. Ну, что, тогда будем считать Индию старшие брата, или что? Так он другое хотел сказать. А что? Нет, а вот этот тезис, подождите, подождите, подождите. Давайте мне скоро в комментариях. Тезис о том, подождите, тезис о том, что когда была Армения, России не было, это кто сказал? Это он сказал. Это, с вашей точки зрения, содействует Российско-Армянское отношение? Не, причем то, что он совсем другой хотел. Что? Он другой вопрос задал. Какой? Он понял, что это мешает, наоборот. Мешает? Так он мне сказал, что начинаю. Вы его не фитите. Он сказал, ваше точка зрения, когда Россия хорошо, значит, Армения хорошо, неправильная. Он это сказал? Подождите, он это сказал? С точки зрения периодичности времени было время, когда Армении не было. И что дальше? Нет, вот да, из этого что следует? Он говорит о равноправных взаимоотношениях. Это называется суверенность. Вы же услышали идею, а суверенность ребенка. Он не суверенность оставил. Он считает почему-то, что я или кто-то считает Россию. Россию старшим братом. А вы кому это адресовываете? На том же телевидении, сожрение часто. Я с этого начал, что у вас есть. Есть Ольга Белова, есть Ольга Белова, есть Ольга Белова. А вы помните, что я, что не он, а я ответил Ольге Белову. Вы помните? Тогда кому вы этот вопрос адресуете? Ваше мнение по этому поводу, а не то, что это ваше мнение. А я еще раз, я не согласен с вашей точкой зрения, когда начинаю считать старшинство. Так знаете, а я могу сказать, а у России есть атомный оружие, а у вас нет. Но мы так дальше куда уйдем? Я могу сказать, а Россия там, предположим, раньше вас, но я не знаю, что там, танк изобрела. И что? Вот как бы это к чему, к чему это ведет? Можно я скажу, я вам научу вас, Николай Николаевич, вы совершенно правы. Если бы сравнивать мимо величия стран, то это конфликт. А зачем? Я сказал, что, к сожалению, в обществе не у вас вы отстаивали нашу позицию. Нет, я оставил позицию России, потому что я считаю, что равноправное отношение с Арменией. И даже, вот вы смотрите, я же вам только что о чем рассказывал, что настоящий друг, он может и своими интересами поступиться. И не спрашивает при этом, кто старше, откуда там христианство пошло. Мы же это делали. А вот Евросоюз, например, делал этого. А что же вы тогда им-то это не скажете? Друзья, Армения была, когда Евросоюза еще не было. Вы-то им это что не говорите? Нет, не говорите. Я в отличие от Гавадии. Давайте, у нас очень мало времени. Николай Николаевич, добрый день. Давно не виделись. Зовут меня Александр, как вы помните, мне вопрос. Вернее, как сперва ремарка. По поводу европейской цивилизации, ну, не знаю. Я думаю, что все знают, что она пошла с Армянского Нагоря. Баварцы, англичане и так далее, это выход из Армянского Нагоря. В том числе, если переводить к России, рядом. Я, правда, в Баварии не слышал такой точки зрения. Ну, тем не менее. В том, если переходить к России, то же самое большое число, так сказать, российских князей. Там тот же Владимир Манумах и так далее. Юрий Долгорукий имеет достаточный процент армянской крови и так далее. Но вопрос у меня другой. Как вы считаете, в чем причина и что нужно сделать, чтобы снова появились в руководстве России... Люди с армянской кровью. Совершенно верно. То бишь, такого как Лорис Мериков, тот же упомянутый вами Микоян и так далее. То есть, в чем причина, что их нет и что надо сделать, чтобы они появились. Этих людей просто нет таких. Во-первых, да, они есть. А во-вторых, еще раз говорю, Россия стоит... Мы не слышим. Так, не слышно. Россия стояла и будет стоять на многонациональном единстве. Мы ценили маршала Баграмяна не за определенный состав крови, так же, как мы не будем ценить за этот состав крови Путина, там, я не знаю, еще каких-то людей. Многонациональность – наша сила. И если человек работает на благо России, то мне, честно говоря, все равно, какой национальность. Нет, ну вот я согласен. Так вот, что, сейчас нету таких... Лаврова вам подсказывают. Ну, Лавров. Он же не Лаврян. Евгений Петрович. Секундочку. Хорошо, ладно. Вот опять сейчас товарищу вопрос. Армянская, да, вам, армянская диаспора в Америке тоже вообще солидная. Че там с министрами армянской крови? Он советник Рейгана. Рейган, по-моему, с 88-го года не президент. Был председатель Верховного суда. А сейчас кто? Максимум губернатор. Максимум губернатор. Но мы же говорим, зачем нам Америка? Мы же с Россией говорим. Нет, товарищ, сравнивать все время. У нас и маршалы были, да? И наркомы, а Микоян, между прочим, в Новосибирске. Согласен, но это было, я просечал. Я еще раз вам сказал. Мы, людей здесь, в России, в отличие, может быть, от других стран, по крови не разделяем. Ответов. Да, спасибо. И второй, короткий вопрос тоже. Как вы считаете, если будет высшая политическая воля России решиться, 10-минутно Карабахский конфликт? Ну, и самое последнее. Как вы считаете, будет ли он так же тлеть, если там ничего не делать? Ну, чем он закончится? Или так и будет еще лет сто? Спасибо. Вынужден повториться. Пока американцы участвуют в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, американцы, член НАТО, союзник Турции, он не решится в вашу пользу. Это точно. И вам надо сделать выбор. Не ошибитесь, как в 2020 году. Но это ваш выбор. Мы его не навязываем. Ну, Шойгу же смог позвонить в Баку и остановить. Совершенно верно. Одно дело, стрельбу остановить. Надо попросить Шойгу, чтобы просто не остановить. Ну, продолжим. Хорошо. А почему, кстати, почему вот Шойгу позвонил, а почему министр обороны США не позвонил? Я, Николай Николаевич, и товарищ Арчел, хотел бы сказать, что не Шойгу остановил тогда войну, а армию обороны Нагорно-Карабаха, которая такой сделала это самое блиц, что азербайджанцы за панировали и сказали, завтра мы будем бомбить Хан Кянды. Когда они это сказали, я понял, что это истерика. Поэтому Шойгу звонил просто в Баку. И Шойгу позвонил просто в Баку. Ну, смотрите, ладно. Если вы считаете, что Шойгу в роли не играет, секундочку, не обижайте, что в следующий раз он не будет звонить, раз вы без нас обойдетесь. Я не это сказал. Нет, вы это сказали. Я сказал, что это была дипломатия. Нет, вы сказали именно это. И смотрите, еще раз. Если вы считаете, что Азербайджан с вами один на один, вы же не наивный человек. Кто стоит за спиной Азербайджана? Я вам что, рассказывать это должен? Я с ней это очевидно. Ну, хорошо. Она член какого блока? Мы идем там по... У нее какое оружие? Ну, естественно, надо. А вы говорите, Шойгу тут ни при чем. А база в Армении, как вы думаете, она не сдерживает Турцию? Нет. Я не об этом сказал. Нет, вы об этом сказали. Я сказал, что это было постпактум, а это была политика. Если бы Армения не опиралась независимо на помощь России, вы бы сейчас ни про какую бомбежку, кого-то там вообще бы ничего не рассказывали. В данном случае речь о другом. Нет, в этом именно случае. А вы не говорите, чье оружие. В России тоже продают оружие. Кому? В Турции? Азербайджану. Противокорабельное? Азербайджану продают. Противокорабельное. Ну, не хотите, не слушать. Противокорабельное. Вы это прекрасно знаете. В апреле 2016 года Армянская, неуважаемый нами всеми, Серж, Санксен собрал послов, сказал, идите и сообщите, мы будем делать контрруступление. А мы были готовы. Ракеты приехали. И все видели по улицам Степанакер. Я так думаю, все-таки контрруступление армянской армии остановило Москва. Хорошо. Мы пошли на встречу в Москве. Как минимум, говорят, что... Вопрос вам разрешите? Нет, я вам скажу. Я вам не даю слова. Вопрос один. Да вы уже, по-моему, больше всех говорили. Я вам не даю вопрос. Потому что не даю вопрос. Все, пусть задаст вопрос. Российская... Последнее слово. У молодого поколения, англосакс, я касательно англосаксов, с вами согласен, и тысяча процентов. Более того, они играют в долгие десятилетия. Не стасла там большое посудство. В Армении. Вопрос. Вопрос. Забыл, блин. Русские войси в армии, объединенная воздушная... Противовоздушная оборота. Защищает дружный округ Российской Федерации от удара Б-52 с турецкой фразой Инжерлик? Инжерлик. Или нет? Значит, защищает или нет Южный округ Российской Федерации? Мне не надо повторять. Я знаю русский язык. Значит, в следующий раз. Не слушайте Россию, идите на Баку. Вопрос закрыт, что существует. Да. В следующий раз. Идите, идите. 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 Нет, не защищает. Не защищает Южный округ Российской Федерации. У нас Южного округа, во-первых, нет. Во-вторых, он в Ростове, на Ампольск. В Нужной военной есть, да. Хорошо. Хорошо, секундочку. На базе Инжерлик сколько Б-52? Да. Вот именно сейчас. Путешествуют. Они, извините, могут пропутешествовать с Аляски прямо до Москвы без всякого Инжерлика. Да. И если вы не знаете, как сержант... Если вы не знаете, как сержант, я могу сказать, что основная угроза России исходит от американских межконтинентальных баллистических ракет, и вам-то вообще должно быть известно. Друзья, давайте поблагодарим, в первую очередь, Николая Николаевича. Спасибо. 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 Спасибо.